друзья всем привет мы продолжаем нашу рубрику спартаковский воспитанник и сегодня у нас гостях будет саша максименко который оказался очень пунктуальным парнем мы наговорились здесь в два часа сейчас три его пока что нет я танцкой паста и нагану слушаешь ну да это не грустно когда весело нагану бегал за братом ребята со двора говорят у тебя есть какие-то данные привык руками тренировался я так понимаю рената дасаева мы всегда говорил чтобы не случилось работой последний раз на 200 процентов ты подписан на очень большое количество красивых условиях конкурса простые какой-то любимый заряд для есть ложе спорта ну что мы дождались его саш максимен вратарь московского спартака сань наше традиционное рукопожатие и подарок от нашего друзей магазина фрадрия где на футбук узнаешь кто там конечно все легенды спартака сам первый вопрос тебе почему вратарь на самом деле сложный вопрос просто я фарш в аренду начинал со взрослыми ребятами это же самый маленький бумаги коррета ставить ворота сильно бить не будем дать промызни запинать чтобы не запинались остановись ворота у меня была другая история самая крупная ставили на ворот в детстве ты приехал 15 лет спартак может я знаю дети шумят радуются потому что приехал наверно ростов потом академия виктора понедельника как попал спартак как проходил просмотр и с первого раза удалось это сделать меня позвали на просмотр не знаю на каком турнире меня заметили я был в ростове просто сезона готовился в академии понедельника позвонили сказали типа есть возможность в спартак приехать даже и не я узнал мне сфера отцы позвонили бы я просто лежу на диване и отец говорит в пятницу словно в пятницу мы в спартак едем на просмотр все собрались и выходные поехали в спартак я проходил в тарасовке просмотр кто и за зареги смотрел тебя спустя там три-четыре дня и зачислили пока ты ехал мы пообщались с твоими тренерами и они рассказывали что саша максименко был очень ленивый парень тяжелый на подъем и учиться ему не очень хотелось у него была специальная программа образования дистанционная была такая потом он рассказывал что связь не работает учиться нельзя какие-то помехи и хватило его на два занятия расскажи как ленивый парень стал игроком футбольного клуба спартак москва нам говорили что ленивым был ты исключительно в делах учебных а на футбольном поле работал за троих с учебным на тяжело было всегда не знаю почему муж времени хватало после тренировок не знаю но то что дистанционного права ничего у меня было да много сборов было перед евро юношеским до 17 лет вот я очень много пропустил там что-нибудь два-три месяца 15-й год и вы третье место да 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 вот в нашем году у нас это экзамен экзамены были виды вот и дмитрий евгеньевич спасибо что достали такую возможность дистанционно получится получилось да получилось я сдал не все предметы но сдал поступил 15 год я посмотрел другого максименко брата тоже достижение он выиграл чемпионат мира среди молодежных команд по волейболу волейбол а ты говоришь своим своих интервью предыдущих ты гордишься братом брат для тебя всегда пример для подражания конечно конечно ожидающий санек лет когда максим начал заниматься спортом и нет тоже подстегивала заниматься футболом достигал каких-то высот там первое место второе и третье вот имели еще тоже хотелось иконами для меня он на четыре года старше тебя даже весь у него в 2015 мир у тебя евро почему разные виды спорта начинали волейболе но по тебе видно что туда но это значит мне сказать рассказали то что не подошел просто я маленький волейболе не это да я вырос принципе за полтора вот так вот высоко чтобы я был очень маленьким шпиндиком таким бегал за братом до сетки не доставал вот меня записали там школьную секцию мне там не получался до сетки не доставал там мне вот что-то такое мне не ставили я типа завязала пошел футбол мне ребята со двора говорят у тебя есть какие-то данные но надо записаться лучше но привык руками играть у нас кстати похоже ампула у либера да я посмотрел это особая такая позиция в волейболе может быть кто-то не знает это человек который не в нем нет не атакует играть на задней линии в защите как правило подчищает так скажем вот у тебя тоже нестандартная позиция вратарь вот ну надеюсь что оба брата максименко добьются высот в чем мы меняемся с моим оператором сергеем ролями и сейчас он будет чего-то травмы сергей укусила оса вы не поверите мне сюда приехали газа я покажу сейчас этот момент просто прилетела дряни укусила ладно мы к чему вообще поменялись ролями все говорят что вратаре может как-то говоря всегда что вратаре не очень технично более есть несколько примеров не знаю по поводу несколько я узнаю но очень хорошо но это сейчас вот да и многие игра что типа как раз рассказывала сообщались мы что сейчас как раз вратарей превращает больше я попробуем с мяч и посмотрим на сколько этих опа Слушай, и про особенность фратарской позиции С более старшими, более опытными товарищами сейчас потренируешься Какие-то наставления, какой-то опыт Как передается это все для молодых парней Да, у меня старшие опытные товарищи Причем, ну, Артем Ребров так Да, ну, как отец наставник Я за ним постоянно слежу, впитываю информацию, что он говорит мне Как там готовиться к игре Как там какие-то упражнения, если не получается, он мне подсказывает постоянно И тренировался ты, я так понимаю, Рената Досаева Легенда российского футбола, спартаковского футбола Какой-то есть прям совет, который дал тебе человек, который ты запомнил И сквозь годы его держишь в голове, это тебе, может быть, помогает как? Он всегда говорил, чтобы не случилось работой, как в последний раз, на 200% Это, наверное, запомнило больше всего То есть в любой ситуации Играешь, не играешь, все равно играй Все равно тренируся постоянно Как в последний раз, буду тебе основной А твоей карьере в «Спартаке» Это начало было даже не молодежный состав Вы играли команду 98-го года Вы ездили на турниры под эгидой РФС По-моему, как раз это был 15-й год Тебя назвали мастером, специалистом по пенальти Ты вытащил все три турнира, в которых играл Все эти турниры вытащил по пенальти Пенальти вообще в последнее время, и на чемпионате мира мы видели, что это очень важно Что делать для того, чтобы быть успешным вратарем в пенальти? Ой, ну это, я думаю, интуиция должна Ты гадаешь? Да, я гадаю, я гадаю Это доля фарта Вообще можно играть по мячу? То есть, вот я представляю, 11 метров Это очень сложно Если только игрок плохо пробьет В принципе, если вратарь отбил, это не вратарь герой А игрок плохо пробил Ну и все видели чемпионат мира Кто пробил не очень хорошо в сборной России Ты же сам знаешь, что ты После моей первой техники, чтобы до конца не пробивать Саню Мы перешли к элементу пенальти Да тут можно было и не гадать Как вы видите, человек, который с королевства в пенальти к нам пришел Которого не хватило на чемпионате мира, видимо, да? Которого не хватило на чемпионате мира, видимо, красава, Сань Ладно, мы меняемся опять ролями Продолжаем Ну что, Сань, каково вернуться в родные края И расскажи еще, что здесь есть в этой комнате Эмоции, конечно, непередумаемые Такая, ностальгия сейчас небольшая Ну здесь вот мы проводим свой досуг между школами, тренировками Бильярдный стол Кто умеет играть Ну как мы не умели играть, муки ломали просто И все, били в шахтам Плитка ломалась Теннис популярный был И PlayStation, это популярные игры у нас Постоянно рубились Даже Спартакяда была Типа победитель на PlayStation Во всех годах На настольном, на бильярде было Такое весело было, прикольно Кого в PlayStation играешь? Ну по-разному вообще Ну я люблю сборными играть Сейчас там новая программа вышла Типа чемпионат мира Мне там нравится на Ростов-арене играть На открытии Ростов-арена родная такая Родная, да Слушай, про Ростов пока вспомнили Мы весной туда поедем Ты тоже поедешь Наверное, разными чартерами Расскажи, вот как житель Ростова Что можно посмотреть в городе Не самое, может быть, популярное Что тебе больше всего нравится в Ростове? Советую Это Лев Пердон, конечно Рестораны Центр красивый, театральная площадь Садовая улица красивая Это центральная улица Там можно походить Там всякие переулочки красивые сделали В формате вот старого Арбата нашего Тоже есть такой улочек Но уже нашего То есть нашего или вашего Наш это Наш это Москва или Ростов? Сложный вопрос Ростов роднулечка А потом такой Ну нашего Арбата Но я Донской все-таки парень В крови Баста Экей Нагана слушаешь? Ну да, когда вот мы грустные Баста включая, слушаю А когда весело Нагана, да? Нормально было Помню, малым шел На колонке Иду и Слушаю Не на колонке, даже на телефоне Люди идут, тебе Нагана слушают Там пацану какой-то палец Там отрезают За долги Что-то такое Да-да, ты знаешь Ты про Жору песни Да-да-да Где у них это Костровая была Типа И они начали Да-да-да-да И в конце предложили Давайте заварим Жору Типа Да-да-да Сань, про соцсети У тебя, как и у любого молодого парня Есть Инстаграм Ты подписан, помимо Нагана, естественно И своих партнеров по команде На огромное количество Красивых Телочек Ну, с некоторыми общаемся Да, некоторых просто фоловлю Там, красивые какие-то у них Может, горы красивые Может быть, горки Да, хорошие, красивые там Фигурки Поэтому С некоторыми общаюсь С некоторыми нет Просто фоловлю Просто они у меня там В друзьях Или на них я подписан Супер У нас появляются подарки От наших гостей Не только мы Дарим их Условия конкурса простые Подписаться на Инстаграм Саши Максименко А-а Поставить лайк Под последней фоткой Я думаю, она будет с нами Мы сейчас ее обязательно сделаем И Отметить своих троих друзей Спартаковцев Ну, либо не спартаковцев Болельщиков сборной России Вот И В понедельник После матча с Оренбургом Он в субботу Мы обязательно Рандомным способом Разыграем Мы перед домашкой Санжи Вручим эту Крутую футболку У нас еще есть Наш конкурс Это мяч Который подписывают Игроки Спартака Пока что только Коля рассказывал Подписал Вот Мы тебе сейчас Дадим Маркет На, на, разбежь 98-й, 92-й есть Будем остальных искать Парни, напоминаю И девчонки Они тоже любят Спартак И наши парни Молодых Как только мы его Подпишем полностью Это могут быть Легенды Спартака Молодежь Нынешние игроки Основного состава Мы тоже В своем инстаграме Это обязательно разыграем Попали на автограф Сессию Александра Максименко На фотосессию Тоже с ним В конце фоточка сделаем Смотрим А ручку подняли Ручку подняли Тихо-то громче Спартака Давай-давай Громче Еще громче Спартака 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 Буфон или Ноя? Буфон Почему? Это легенда Месси или Роналдо? Месси Почему? Потому что я за талант Если нет таланта Мне кажется У Криштиана тоже есть талант Но у Криштиана он Впахивает Месси тоже впахивает Но у него как бы Мне кажется таланта побольше Ну вот есть выражение Что Месси это талант А просто Роналдо Много работал в тренировках Поэтому смог его Немного догнать Блондинки или брюнетки? Брюнетки Почему? Почему брюнетки? Да Я не знаю Почему Не знаю почему Не могу объяснить Слушай, есть такая тема Популярная в последнее время Вот мне тоже очень хочется Сделать селфи с тобой Сейчас быстренько щелкнемся И три тёлочки С которыми бы ты хотел Сделать селфи Есть такая Эмилира Ташковски Блин Я вот просто Только недавно На неё подписался Ну просто Согласен Скажем так С Рианой Она такая эффектная Ну она бы передом стояла Или задом К камере Боком Русских Третья Наверное Наталья Водяна Мы сейчас тебе сделаем Фоток с ними Я думаю И отметим их троих Вместо меня Вместо меня Сейчас А с музычкой у тебя что? Музычка Я меломан В принципе Я могу и левый берег Дона Послушать И 50 цент После левого берега Дона Поэтому у меня тут Плейлист Или на левом берегу Дона Послушать Вот 50 цент Да Это хорошо было бы Так как наш проект Называется Дневник фанатов Про фанатизм Немного хотели спросить Самый запоминающийся матч Когда Ты видел Что-то необычное Эмоциональное Неважно за основу Ну у тебя один матч за основу Либо за дубль Либо за молодежку Мы играли За академию На отборочные игры На чемпионат России Мы там что-то Написали тоже Вроде Вафрат Или куда-то написали Там болельщикам Тебе Придите Тоже поддержите Они пришли Больше чем на дубль Ходят Пришли Фаеры Начали сжечь Вот это запоминаешь Мне тогда было Сколько лет 15 Для меня это так запомнилось На открытии арены Как тебе эмоции Матч Спартак Нальчик Против нас играл А вот с Нальчиком Это вообще Когда Атаковали наши ребята Я поворачивался И смотрел Что кто-то Сходит на трибуну И слушал Это непередаваемо Потому что Подстегивает это Очень сильно Когда заряды Идут громкие Четкие Это просто Хочется выпрыгнуть Хочется бегать Хочется рвать Просто Хочется катиться Это просто непередаваемо Реально Ну и может быть Какой-то любимый заряд У тебя есть Наша трибуна Боже Спартак В самом начале Это прям Тишина И потом Боже Спартак Заряжать Заряжать Слушай Ну что Суббота 19.00 Оренбург Максименко Дневник фаната И Боже Спартак Храни Погнали С вами Все Смотрите Дневник фаната